Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Итальянский художник наиболее известен своими картинами, изображающими сцены охоты и итальянскую сельскую местность, однако в его работах также много изображений восточных тем. Я цитирую переводную википедию. Родился в Ливорно в богатой семье. 8 сентября 1842 года его отец владел значительными землями в окрестностях Ливорно. За поддержку повстанцев отец был вынужден отправиться в изгнание, укрывшись в сельской местности. В этот период мальчик приобрел любовь к природе и животным и развил страсть к охоте. Сначала он изучал юриспруденцию в университете Пиза, затем поступил на курс обучения к скульптору Фасции Луки, ученику Карла Марка Старышева. Переехал во Флоренцию, чтобы заниматься юридической практикой. Но начал посещать курсы живописи в академии под руководством Энрика Паластрини. После смерти своего отца в 1864 году он оставил юриспруденцию и сосредоточился на живописи. Я цитирую Википедию. Его ранние работы были сосредоточены на портретах клиентов, написанных в его мастерской. Однако, когда ставил хорошую погоду, он отправлялся на холмы и писал сельский пейзаж. В 1866 году вместе с другими тосканскими художниками вызвался участвовать в войнах за независимость Италии. Затем открыл студию в Ливорно. Поощряемый друзьями и другими художниками, он снова выставился в 1872 году на второй национальной выставке в Милане. Эта выставка стала поворотным моментом в его карьере, поскольку его работы привлекли значительное внимание общественности и критикам. В 1873 году переехал Сиппата недалеко в Аллари и писал сцены охоты. Вернувшись в Тоскану, поселился в Торо-дель-Лага, деревушке, которая теперь стала местом художественных паломничеств из-за наличия виллы Пучини. После своего пребывания в Тунисе он заинтересовался восточными сценами. Этот опыт изменил его восприятие света и света. В 1880 году он выставил работу на международной выставке современной живописи в обществе Донателло. В 1881-88 годах выставлялся во Флоренции, Риме, Милане, Болонии и Турини. Умер во Флоренции в 1903 году. Надо сказать, что Чикони работал с масляными, карандашными и акварельными рисунками, гравюрами, а также фресками. Его ранние работы включают портреты и сцены итальянской сельской местности. Более поздние работы включают восточные темы. Наиболее известен своими охотничьими сценами с участием охотничьих собак. Ну вот так написано в переводной википедии о Элдженео Чикони, итальянском художнике. Наиболее известен своими картинами, изображающими сцены охоты и итальянскую сельскую местность. Хотя и в работах также много изображений восточных тел. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok